Наблюдают за отводом. Миссия ОБСЕ посетила район населенных пунктов Богдановка, Петровская для мониторинга ситуации по отведению войск. Напомним, что 21 сентября в Минске подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках по линии разграничения. Это станица Луганская, а также поселки Золотое и Петровское в Донецкой области. Как оценили ситуацию на линии разграничения представители ОБСЕ, расскажет Александр Зыков. Зам. Председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук прибыл на линию разграничения, чтобы лично проверить, как идет отвод войск на участках, оговоренных Минскими соглашениями. Сначала Хук посетил расположение вооруженных формирований в поселке Петровское на оккупированной части Донецкой области. Затем переместился на украинскую сторону. На этом участке расстояние между позициями обеих сторон составляет около трех километров. Противостояние тут относительно пассивное, говорят эксперты. Поэтому участок наиболее перспективен для отвода вооружений калибром до 100 миллиметров. Но дорога, проходящая по этому участку и необходимая для работы наблюдательной миссии, до сих пор остается заминированной. Поскольку стороны, так называемые ДНР и украинские вооруженные силы исправили задачи по разминированию пути к зоне разведения, мы не можем получить безопасный доступ непосредственно в саму зону. Но мы можем так же ясно сказать, что общая ситуация относительно спокойная. Это является позитивным моментом. Но риск остается, что бои-столкновения могут начаться в любой момент. Поэтому очень важно, чтобы целиком данное решение было выполнено. Александр Хуга отметил, процесс разведения войск должен начаться уже сегодня. Но пока никаких действий на этом участке не происходит, так как стороны не смогли гарантировать безопасность наблюдательной миссии. В свою очередь, украинские военные заявляют, что при наличии приказа командования будут его выполнять. Какие связи нужно искать, потому что ни до чего хорошего это не приводит. И лучше как-то нужно, чтобы его, казалось, по-русски, разруливать эту ситуацию. Проблема в том, что мы не можем нагарнулись. Мы не можем планировать на будущее, что там случится завтра или после завтра. То есть гарантия, я же говорю, мы не можем давать. Тем временем боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ в Донбассе. На Мариупольском направлении увеличилось количество обстрелов украинских позиций, говорят в штабе АТО. Боевики 23 разы открывали в огонь по наших позициях. С стрелецкой оружием великокалиберных пулеметов, озброение БМП на вкулонаселенных пунктах Маренко, Павлопель, Долокивка, Широкине, Водяне. Солдаты ВСУ ждут приказа командования, чтобы начать отвод войск на участках, которые предусмотрены рамочными соглашениями Минска. Сепаратистские СМИ сообщают о том, что руководство боевиков также планирует разведение сил с 1 октября. Однако выполнят ли обещания боевики, прогнозировать никто не берется. Продолжение следует...